Здравствуйте! Сегодня готовим бисквитный рулет со сливочным кремом и малиной. Вначале приготовим бисквитное рулетное тесто. Мы будем готовить тесто из 6 яиц. Из этого теста получится 2 бисквитных рулета. Отделяем белки от желтков. Добавляем в белки 4 столовые ложки холодной воды. Взбиваем белки в крепкую пену, добавляя 120 грамм сахара. В отдельной посуде взобьем также в белую пену желтки, тоже со 120 граммами сахара. Перекладываем желтки в большую миску, добавляем половину взбитых белков. Очень осторожно перемешиваем до получения однородной смеси. Добавляем 180 грамм муки через сито, то есть просеивая ее. Используем муку для выпечки. Опять очень аккуратно, осторожно и легко в одном направлении перемешиваем смесь до получения однородной массы. Добавляем оставшиеся белки и опять легко перемешиваем до получения однородного теста. Противень выстилаем бумагой для выпечки. Выкладываем на него тесто и аккуратно распределяем его на весь противень, заполняя также уголки. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов приблизительно 10 минут или пока корж не зарумянится. Вынимаем корж из духовки. Очень тонким ножом проходим по контуру коржа. И вынимаем его из противня. Посетите наш сайт www.videokulinaria.rf Вы сможете приготовить по нашим рецептам много простых, но очень вкусных блюд. Вдохновения Вам и удачи! Этого количества теста хватит на два торта. Поэтому разрезаем корж пополам. Аккуратно удаляем бумагу. И каждую половинку заворачиваем с помощью чистого полотенца в рулет. Оставляем в сторонке. Пусть коржи остывают. Пока коржи остывают, приготовим сливочный крем. 400 грамм сливок не менее чем 38% жирности. Взбиваем с 5 столовыми ложками сахара и пакетиком ванильного сахара в крепкую пену на высокой скорости. Не перебейте сливки, а то получится сливочное масло. Остывший рулет разворачиваем, освобождаем от полотенца и раскладываем на доске или на блюде, на котором Вы будете этот торт подавать. Обильно смазываем корж сливочным кремом и густо посыпаем малиной или черникой или клубникой, а можно использовать 2-3 сорта ягод. Если посыпать поверхность сливок орешками так же густо, то получится ореховый торт. Аккуратно сворачиваем рулет. Кладем его на блюдо швом вниз. Густо смазываем его сливочным кремом и украшаем фруктами, ягодами, листочками мяты. А если это ореховый рулет, то украшаем его половинками орехов, шоколадными чипсами, стружкой шоколадной. Это уже плод Вашей фантазии, что Вам нравится. Даем торту постоять час-полтора и подаем его к чаю или кофе. Приятного чаепития!